Анастасия Терехова 154 человека выздоровели. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 15 пациентов. Несмотря на усилия врачей, скончалась 54-летняя женщина. А в регионе близится к завершению клинические испытания вакцины Epivac Corona. На этой неделе завершается первый тур вакцинации вакцины против коронавируса Epivac Corona в рамках третьего этапа клинических испытаний. Также в субъект поступает вакцина «Спутник Ви» для проведения профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции. Пока вся вакцина распределяется среди групп риска. Скоро для гражданского оборота поступит в регион вакцина Epivac Corona производства Государственного научного центра «Вектор». Важные меры по поддержке бизнеса приняты в Тюменской области, а именно расширены возможности патентной системы налогообложения. Дело в том, что с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. А это значит, что те, кто не успеет перейти на альтернативную систему налогообложения, автоматически будут переведены на общую систему взимания налогов. Для перехода плательщик ЕНВД может выбрать для себя следующие системы налогообложения. Упрощенная система, патент, налог на профессиональный доход, общий режим налогообложения. По патентной системе налогообложения на федеральном уровне расширен перечень видов деятельности. В том числе увеличены максимальные параметры площади для торговли и общественного питания с 50 квадратных метров до 150. Возможности патентной системы увеличены и в регионе. На уровне региона мы, в свою очередь, продублировали представленный федеральным законодательством и расширили сферы применения патентной системы налогообложения. Также мы исключили ежегодную индексацию потенциально возможного годового дохода на расчет патента. Проект закона внесен в областную думу с депутатами проведены консультации и 22 декабря он будет рассмотрен думой. Также в 2021 году в регионе на упрощенную систему налогообложения сохранили пониженные ставки. По объекту налогообложения доходы минус расходы 5%, доходы 3%. Подать уведомление о переходе на новый налоговый режим предприниматели могут в налоговую службу по почте, электронной почте или через личный кабинет. В Тобольске завершили модернизацию светофорных объектов. Уже завтра все кнопки вызова, установленные на пешеходных переходах, начнут полноценную работу. Как происходила финальная настройка светофоров, смотрите в следующем сюжете. Последние штрихи в настройке единой системы. Специалисты из Тюмени подключаются к мозгам светофора, чтобы научить принимать сигнал от табло вызова пешеходной фазы. Таких кнопок по городу установлено 139 и уже завтра все они будут работать. Установка кнопок вызова пешеходной фазы, она не увеличивает время ожидания пешехода, она не создает дополнительных неудобств. По сути, светофорный объект с нажатой кнопкой вызова пешеходной фазы, он работает точно так же, как и работал ранее. Единственный нюанс, что когда людей нет и кнопка не нажата, светофор пропускает пешеходную фазу. Нажали кнопку, светофор получил сигнал. Нужен зеленый для пешеходов. И когда придет очередь этой фазы, он ее включит. Главное, не спешить, не ожидать мгновенного результата после того, как кнопка загорелась. Раньше как бы так, что бежишь, прям сломя голову, успеваешь, чтобы дорогу-то перейти. А тут как бы все телевизорно стоишь, кнопочку нажал и все, и прошел. Тайминг добавили на светофор, очень помогает. Ну, понятнее стало, когда можно добежать, а когда лучше постоять и подождать. Конечно, пока для табляков такая система перехода проезжей части в новинку. И для пешеходов, и для ответственных лиц. Поэтому важна обратная связь от горожан, корректно ли работает система. Мы получаем активную реакцию от населения. То есть, соответственно, мы очень скурпулезно мониторим социальные сети, то есть звонки от граждан. За что, опять, огромное спасибо нашим гражданам. Соответственно, благодаря ним мы выявили достаточно серьезную проблему. На перекрестке у нас она возникла, юбилейная Менделеева. То есть, эта проблема была оперативно устранена, за что вот еще раз хочется сказать спасибо. Оставить свой отзыв можно по телефону 25 12 34. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Еще четыре волонтера Тобольского района получили памятные медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее учредил президент России Владимир Путин в 2020 году. Награды удостоены Юрий Зевакин, директор Байкаловского дома культуры, Евгения Тунгулина, куратор волонтерского движения в районе, Оксана Гомонюк, социальный работник из приоритетского поселения и Лариса Третьяк, учитель Байкаловской школы. Они не только сами помогают пожилым, маломобильным гражданам, но и организовывают работу и людей на помощь землякам. Многие по доброй воле на своих машинах, используя свое личное время, совмещая это с дистанционным обучением, ездили и делали вот это доброе дело. Мы также три деревни охватывали еще Алга и Рек и Куприно. Эта ситуация нас еще больше сплотила, сдружила. Один за всех и все за одного. Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин поблагодарил добровольцев за то, что они показывают пример добра, отзывчивости, готовность всегда прийти на помощь. Волонтерское движение в Тобольском районе, оно довольно-таки массовое. 182 человека – это взрослое население волонтеров и 371 человек – это у нас дети, которые участвуют в волонтерском движении. В период пандемии коронавируса волонтеры в селах и деревнях доставляют лекарства и продукты нуждающимся, привозят медицинских работников. На территории детских садов и школ праздник уже пришел. Почти везде красуются снежные фигуры и горят огни. Стартовал конкурс новогоднего оформления «Зимняя сказка». Праздничную красоту в Тобольске наводят все в единой тематике, но каждый добавляет и собственные идеи. Подробнее Анастасия Плюснина. Нынче ярмарка веселая у нас. Приглашаю всех на ярмарку сейчас! У гимназии развернулось целое новогоднее шоу в снежных декорациях. Но удивляли, конечно, в первую очередь сказочным оформлением. Ледовая горка – здесь часть композиции, а точнее – хвост жарптицы. Снежные фигуры – это и персонажи сказок, и ледовый дворец, и даже самовар с кружками. Творили все вместе преподаватели, родители, дети. Уложились две недели и построили самый настоящий зимний городок. А в нем и актуальные для Товольска темы обыграли. Она очень тесно связана с идеей возрождения базарной площади. И, по сути, это нас вдохновило. Это нас вдохновило, и вот те ярмарочные домики, которые тоже сделали наши родители, они, ну вот, какая-то определенная мини-копия наших домиков на базарной площади. На ярмарке игрушки, сделанные своими руками, дарили и чаем поили. А после проводили к фотозоне в местном эко-лесу. Фотографироваться здесь на каждом шагу теперь одно удовольствие. За этим и приходят каждый день горожане. Ну а жюри конкурса предстоит непростой выбор. Критериев много, но еще больше в Тобольске теперь сказочно украшенных территорий. Оценивается оригинальность, единство оформления, также установка елок, снежных скульптур, чтобы, конечно, соответствовало тематике конкурса. Это у нас по сказке «Конек-горбунок» и по мультипликационному фильму «Летучий корабль». Участвуют детские сады, школы и в отдаленных микрорайонах. В Менделеево на ветру развивается парус летучего корабля. Преподаватели и родители занялись оформлением, как раз когда снега не хватало. Но выход нашли. Еще и удовольствие получили. Пришлось взять деревянные, поработать с деревом. То есть сделаны небольшие деревья, водяной, они были изготовлены из дерева. Родители приходили некоторые с детьми, которые резвились, на горках катались. Кто-то помогал лопатами, снег подгребал. То есть дети тоже принимали участие. Разноцветными огнями радуют глаз и окна Союза пенсионеров. Правда, основная красота у них в самом помещении. И глиняные фигурки, и декупаж. Всего 37 социальных объектов, в основном это детсады и школы, борются за победу в конкурсе «Зимняя сказка». Итоги подведут в течение недели. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко, Тобольское время. Спорт для особых детей. Второй год в Тобольске реализуется проект «Лыжи мечты», где ребята с ограниченными возможностями здоровья учатся покорять снежные склоны. В этом сезоне к ним присоединились и родители. В центре активного отдыха Алимасова побывала наша съемочная группа. Пятилетнему Алёше и радостно, и тревожно. Он впервые в жизни встал на «Лыжи». Хорошо, что рядом всегда инструктор. Дмитрий Таргашов ещё в прошлом году прошёл специальное обучение, как работа с детьми-инвалидами. Нюансов здесь немало. Особенности диагноза, поведения, психологического подхода. Но всё это компенсируется результатом. Когда вот ребёнок только пришёл, и он боится не то, что на «Лыжи» встать, он боится ботинки одеть. Сначала встаёшь с ним, одеваешь ботинки. Потом он встаёт, делает шаг и садится, говорит, я не пойду. Ходим от скамейки до скамейки сначала. Потом выходим на улицу. Он на улице привыкает. И когда ты видишь, что это за шаг за шагом всё движется вперёд, и ребёнок хочет идти, и он к тебе приходит, и он с другим настроением приходит. «Лига мечты» – федеральная программа спортивной реабилитации и социализации для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Тобольске обучать особенных детей горным лыжам начали в прошлом сезоне. Семь ребят получили шанс развития в новой сфере. Причём абсолютно бесплатно. И склон, и снаряжение подарок урорта Алимасова. Поставить на лыжи могут даже детей с ДЦП. Опора на специальные сноуслайдеры. В позитивном влиянии спорта родители убедились сразу. «Открытие в новой какой-то сфере. Ребёнок открывается всем по-новому, потому что сами родители, мы же не можем это открыть в детях. А люди, профессионалы, они открывают. И я не знала, что мой ребёнок может вот с такой высоты скатиться сам. Это вообще это… А что я, я вообще даже не представляю». Этой зимой, благодаря президентскому гранту, на лыжи встают и родители. Нужный навык, чтобы дальнейшим обходиться без помощи инструктора. Плюс психологическая перегрузка. «Родители, они, когда с такими детьми, они 24 часа в сутки в них. А здесь они получают перезагрузку. Этот эффект мы не ожидали. У нас была немножко другая цель, но вот получилось, все остались очень довольны». Всем причастным к доброму делу выразили благодарность, а ребята порадовали показательными выступлениями. Наталья Китова, Анастасия Терехова, Реослав Прохоров. «Тобольское время». Спонсор прогноза погоды – магазин строительных и отделочных материалов «Домострой». Совершайте покупку в магазине и получите возможность выиграть автомобиль. В «Домострой за мечтой». В «Домострой за мечтой». Мечтаешь об автомобиле? Покупай и выигрывай. Старт 1 ноября. Финиш 26 декабря. Совершайте покупки на сумму от 3000 рублей и 26 декабря участвуйте в розыгрыше автомобиля. «Домострой», «Тобольск», зона вузов 4, ТРК «Рио». Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске, дальше мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! 22 декабря в Тобольске небольшой снег, днем минус 13, минус 11, ночью до 7 градусов мороза. Ветер южный дует со скоростью 2-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова